Школы Тюменской области подключились к региональному проекту «Мы – потомки героев». Напомню, акция стартовала в 2015 году с мультимедийных уроков, посвященных Великой Победе, и переросла в целое движение среди самых активных участников Ярковская школа. С юными патриотами познакомилась Яна Пелеховская. В этом холле в перерывах особенно людно. В Ярковской школе киноперемены, в репертуаре фильмы и мультфильмы о войне. Это только часть масштабного проекта. Ребята с учителями разработали краеведческий маршрут, памятные места, храмы, удивительные люди. И так во всех 17 школах района. Теперь ездят по собственному Золотому кольцу. Это очень замечательно, потому что мы же не можем куда-то поехать, а краеведческие музеи здесь у нас есть, и это хорошо, что они не закрыты на ключ, и мы можем это посмотреть, узнать о чем-то еще более интереснее. Свой музей здесь тоже не закрывают на ключ. Экспозиция в фойе школы для всех. Здесь газета 1940 года издания. Днепровская правда. Почти все здесь можно потрогать. Основная часть – экспонаты бывшего краеведческого музея. Учреждения закрыли, теперь за предметами старины ухаживают школьники. Они же пополняют коллекцию. Мы ходим по домам, мы навещаем этих ветеранов, мы берем информацию в библиотеках, смотрим, листаем книги. И вот у самих ветеранов спрашиваем, как это было. Ведь мы никак не можем обойтись в нынешнее время без истории. Вот стул 19 века, изготовлен местными мастерами. А эта маслобойка такая была почти в любом сельском доме. За каждым экспонатом этого музея история конкретной ярковской семьи. Они становятся ближе, расспрашивая своих родственников о Великой Отечественной войне, о том, как они жили, о послевоенном времени, о занятиях. Они все равно, получается, хотят, не хотят, но они проникаются этим, они понимают, что происходит. Ну и получается, та официальная история, она как бы дополняется картинками из реальной жизни. Ну а чтобы картинки не потускнели, ярковские школьники запечатали свои послания в капсулу времени. Открыть в 2045-м. Яна Пельховская и Павел Михайловский. Тюменское время.